Показать вам как она красиво смотрится на манекене. Посмотрите и вы со мной согласитесь. Видите? Согласны со мной? Какая это красота. Вот так. Очень красиво смотрится. Очень. Видите? Показываю сразу, чтобы вы уже видели. Посмотрите как красиво. Вот так вот. Красиво смотрится жилеточка. И здесь у нас с вами будет одна пуговичка. Вот здесь будет одна пуговичка. И поясочек будет. Вот такая вот жилеточка. Здесь все у нас постирается. Все ляжет как следует. Нигде ничего не будет торчать. Нигде ничего не будет. Я в своей комнате здесь снимаю. Не знаю, за что браться. И мы и лампу устанавливаем. Я и вяжу. И все такое. Вот так вот получается. Просто покажу сразу уже, чтобы вам было видно. Вот так вот. Красиво. И мне очень нравится вот такой вариант. Еще раз медленно я вам показываю, как получается вот такой вот способ вязания. И посмотрите, как красиво на затылочке смотрится. Вот такая жилеточка. Она ложится прямо по фигурке. Вот видите? По фигурочке. Вот такая красота. И посмотрите, как внизу красиво. Видите? Вот эту вот тесемочку. И рукава. Видите? Как ровненько. Вот здесь вот красивенько получились. Мы будем с вами их собирать и вязать. Вот. Вот. И здесь вот. Вот. Покажу. Вот край. Сейчас фокусируется. Вот. Вот так вот. Вот. И здесь точно так же. За счет вот, как я вам показывала, что мы затягивали. Вот, пожалуйста. И здесь будем собирать и делать. Вот так вот красиво смотрится жилеточка. Очень красиво. Мне лично нравится такой способ. И он не сложный. Приветствую вас, дорогие мои вязальщицы. И что же? Я уже довязала, можно сказать, все практически. Ну, то, что я вам говорила, что доверху довязать две полочки. Вот так вот они получились. Вот видите? Видите, какой жилет? Можете посмотреть, что он здесь очень-очень плавненько уходит. Вот. Видите, как плавненько сюда? Потому что здесь у меня будет одна пуговичка. Одна вот здесь вот пуговичка. Вот именно такой легкий, такой вот спокойный, такой вот жилетик. Нужно было маме. Смотрите, здесь я уже сшила. Если вы заметили, то нужно стараться аккуратненько. Сейчас вам покажу на одном. Сшивать, чтобы узорчик у нас совпадал. Вы скажете, резинка здесь, а здесь нет. Я сейчас вам покажу один интересный способ. Если вам понравится, можете сделать. Если нет, я расскажу вам, как сделать продолжение вот этого воротничка. Так. Ну, это очень хороший способ. Очень простой и смотрится великолепно. И, значит, я уже взяла иголочку. Иголочка у меня, видите, какая. Пластиковая. Я ее очень люблю. Мне очень нравится такими сшивать. И, как обычно, я вам уже показывала, как я сшиваю. Очень мне нравится этот способ. И он очень простой. Вот. Сейчас, секундочку, камеру. Вот так. Он очень простой и очень удобный. Вот здесь у нас уже остался. Я всегда оставляю, когда заканчиваю ниточку. Для того, чтобы нам сшивать, чтобы не было очень много концов нитки. И берем за самый-самый конец. Вот находим вот этот кончик. Взеваем сюда иголочку. Я показывала уже вам. И еще раз мы, вот, смотрите, чтобы закрепить, мы еще раз. Вот сюда я вношу, ввожу и вывожу вот спереди его. Ну, как-нибудь закрепите там. Вы сами вот увидите, как можно это будет у вас сделать. Вот. Чтобы закрепилось. Так. И дальше. Находим петелечки. Находим петелечки вот здесь вот. Каждый, каждый. Стараться нужно, если вы заметили, то здесь узор, как бы, не совсем подходит. Потому что передняя часть одного плана выходит, сзади второго плана. Здесь у меня по одной петелечке изнаночной. Вот. А здесь по две. Это ничего страшного. Если вы испугаетесь, ничего страшного. Это можно, так сказать, подобрать узор, если захотите. Одну, другую петельку убрать. Вот. Так. Вот так вот. Видите? Еще раз показываю. Я начала, не показываю вам. Находим петелечку. Вот она. Вот они, вот эти вот штучки. Вот, видите? Вот. За них мы цепляемся. Сначала за одну сторону. Потом за другую сторону. Вот. Видите, как? Неудобно немножко на весу. Вот я нахожу. И стараюсь как можно поближе их скомпоновать. Вот так вот. Видите? Вот. Чтобы они получились более-менее хорошо. Подобрать узорчик, конечно, с узорчиком вот так один к одному, как бы, не сказала бы, что это легко. Но вот, видите, вот как получается. Видите? Как бы вот так вот намотано. Петелечка к петелечке. И теперь мы должны все это затянуть. Но надо стараться, чтобы не сильно затянуть. Видите? Не надо очень сильно. Посвободнее. Идем дальше. Находим здесь петелечку. И находим здесь петелечку. Вот. Вот они. Их легко находить. На самом деле, вы можете сшить по идее, как вам нравится. То есть, как вы посчитаете нужным. Не обязательно так. Это уже дело каждого. Можете просто нитками сшить. Тоже очень красиво получается. Тоже неплохо. Ниточками затягиваем. Вот видите, как? С этой стороны вот так получается. Я уже показывала. И вот, идем сшиваем дальше. Очень удобно получается. Так. Вот таким вот образом. Вот они я их нахожу. Вот. И потихонечку затягиваем. Вот они более-менее, видите? Вот здесь из-за вот этой одной. Здесь потому что одна изнаночная, тут две. Так вот выходит. Но это ничего страшного. Если кому-то принципиально, то сами там себе уже придумайте, как сделать получше. В принципе, я вот так показала вам. И все. А вы уже как хотите. Вот. И затягиваем. Вот так вот получается. Находим. Вот они петелечки. Вот. Их легко находить. Очень легко. На самом деле, иногда бывает так экстренно, как бы я не особо на месте уже придумаю, как бы сделать. Вот. Честно скажу, у меня вот так вот бывает, что я прям вот на месте придумаю. Вот видите, как их легко находить. Раз, и все. Иголочка благо. Есть даже где изнаночные, вот здесь все равно вот тут вот рядышком мы находим вот петелечку, которая идет лицевая. Вот она. Вот. Видите? И вот такой нахлёст получается ниточки. Затем аккуратненько стягиваем. Видите, как получается? Я думаю, неплохо. Так. Дальше находим. И сшиваем до конца наш жакетик. Жилетик. И закетик, и жилетик. Так. Сейчас уже немножечко здесь осталось. Я вам покажу, расскажу об вот этом методе, как я вывязываю сзади вот эту вот часть. Очень красиво получается и уютненько. Так. Это вот у меня уже последний. Я подбираю последнюю петелечку. Вот так. И затягиваю последний. И здесь вот у меня вот осталось от вот конца вязки первого, первой полочки. Здесь вот сами вот как-нибудь вот так вот раз. Ну, чтобы уже вместе с этим связать, закрепите. Просто закрепить можно вот. Раз и все. Закрепляем с вами. И вот эти я связываю вот так. Я потом вам покажу, как я заправляю ниточки. Это самый такой вот простой вариант. Вот. Завязала и все. Вот так вот сшились у меня два этих... Две эти детали. Так. Потом я, как уже сказала, вам покажу, как я их убираю. Я убираю поменьше, чтобы они здесь не мешали. Вот. Можно еще раз. Три узелка. Первый узелочек не делайте сильно. Ну, не сильно затягивайте. Второй и третий можно затянуть. Ну, и вот. Подходит к концу наша жилетка. Так. И теперь поворачиваем вот так вот нашу жилеточку. Сейчас мы будем оформлять вот эту часть. Я сейчас возьму спицы и буду вам показывать. Беру, вяжу с этой же спицы. Если вы вязали отдельно вот эти планочки, это другая история. Когда вместе я же вязала вот именно этим. Этими спицами. И находим вот это вот место. Первые 10 петельечек. То есть 5 с одной планочки, полочки вот этой вот. И 5 с другой. И набираем их. Вот они. Мы их набираем. Берем ниточку. Вот ниточка наша. И набираем 5 таких планочек. Вот здесь вот тоже. Видите, как я вам показывала. Вот здесь, как мы входили. И очень красиво получилось. Я сейчас тоже вот так вот войду сюда. И потом сюда. Пропущу через одну ее. Затем через вот эту. Если вам сложно, то вы можете это делать крючочком. Крючочком. Видите, крючок должен быть. Вообще все вот эти петельки вы можете подбирать крючочком. И видите, у нас как бы стянулась вот эта вот часть. Видите, тоже. Потому что здесь, когда мы начинали вязать одну полочку, как и вот здесь, то остается какой-то такой промежуток. Если кто вяжет, тот знает. Вот. Вот таким вот образом. И что я делаю вот здесь для того, чтобы стянуть? Я вот так вот беру. Вот я пропустила. И завязываем. Завязываем вот так. Чтобы не свободненько было. Это вот моя первая, так скажем, петелечка. Первая вот здесь. И набираем 10 петелечек. Вот те, о которых я вам говорила. Набираем их вот отсюда. Точно так же вы можете набрать их крючочком. Для того, чтобы, опа, было вам потом легко. Было, ну, в общем, сделать это легко. Набираем их. Находим. Так. Одна петелечка. И я ее одеваю на спицу. Как же здесь неудобно вязать. Вторая. Вот она. Находим вторую. Провязываю. И тоже одеваю на спицу. Просто очень легко. Вот этой. Этим крючочком. Так. Дальше. И вот таким вот способом я все нахожу их и набираю 10 штучек. Видите? Вот они все здесь. Так. Вот она следующая. Это первые петелечки, которые мы убирали. 5 с одной стороны, 5 с другой стороны. Чтобы оформить горловину. Вот они. Видите? А дальше у нас идет вот то, что мы уже дальше отнимали. 3 и 2. Ну, то есть, вы запомнили. Это не сложно. С крючочком это совершенно не сложно. Раз и все. В общем, 10 штук сейчас наберу. И будем вязать. На лицевую сторону набрали. Разворачиваем наше полотно. Так. Я, во-первых, сейчас расскажу про вот этот способ. Это очень простой способ. Смотрится очень красиво. Отдыхала я с одной японочкой. И мне очень понравился у нее жилет. Она его сама не вязала. Я ее спросила. Она по-русски говорила. Но не супер. Ну, как сами понимаете, как японцы говорят. Так вот и она говорила на русском языке. Вот. И она мне рассказывала, что эти жилетки у них очень модные. И их там вяжут. Это было 2 года назад. Вот. Почему я спросила ее? Что она вязала? Она говорит, нет, мне подарили. Но у нас все вяжут. Их вот таким вот планом. И много там и на кофтах так делают. Вот. И я попросила ее посмотреть как. Я очень долго, очень долго рассматривала эту жилетку. И насколько мне позволяет моя зрительная память, я запомнила. Сама уже поняла там, как это можно сделать. Очень долго смотрела, потому что мне настолько понравилось. Я дома испробовала раз, два на мужской жилетке, три. И для меня это очень хорошо. И это оказался очень простой вариант. И вот решила и вам показать его. Разворачиваем работу на изнаночную сторону. И начинаем с вами вязать. Вяжем узор вот этот. Вот этот. То есть путанку. Вяжем нашу путанку. Создаем его, этот узор. Вот здесь. То есть первую я снимаю. Я ее не провязываю, чтобы у нас не было здесь вот выше. Снимаю первую. То есть надели петельки на лицевой стороне. Я вам показала. Разворачиваем на изнаночную. И я вяжу. Лицевая. Изнаночная. Лицевая. Изнаночная. Лицевая. Изнаночная. Поскольку у нас узор путанка. Так. Последнюю мы с вами провязываем тоже. Сейчас она у меня тут. Надо ее будет закрепить. Она у меня здесь по узору будет изнаночная. Потому что она вот у меня вышла отсюда. Я ее привязала, но она вышла. Закрепим ее вот так. И что мы сейчас с вами делаем? Смотрите сюда. Тоже можете крючочком. А можете и не крючочком. Смотрите. Я беру вот отсюда петелечку. Вот с этой части. Вот с этой части беру одну петельку. Вот она у меня рядом. Я ее вздеваю. То есть можете точно так же провязать ее. Вот так. Раз. И одеваю на петелечку. То есть мы заглянули сюда на эту сторону и прихватили одну петельку. Не провязываем ее. Просто провязали вот здесь крючком и надели. Разворачиваем нашу работу на лицевую сторону. И сейчас мы ее будем с вами провязывать и соблюдать узор. Теперь она у нас будет. Мы ее просто снимаем. Не провязываем. Мы ее просто снимаем. И делаем узор. То есть здесь у меня была, значит, вот эта вот последняя изнаночная. Я ее, вернее, делаю лицевую, изнаночную. А здесь идет у меня изнаночная. То есть, вот, вы сами поняли, наверное, уже, что мы делаем здесь узор. Вот. Путанку делаем. Где лицевая была, делаем изнаночную. Где изнаночная, лицевая. Вот так. Вот. Здесь вот сделаем лицевую. И здесь точно так же. Прихватываем здесь петелечку. Провязываем ее. И одеваем сюда. Разворачиваем опять нашу работу. В общем, укороченными такими рядами мы с вами это делаем. И вяжем уже с изнаночной стороны. Первую петель, в которую мы прихватили, мы ее снимаем. И дальше строим наш узор. Смотрим по рисунку. Это изнаночная, мы ее делаем лицевую. Это лицевая, мы провязываем изнаночная. И вот так вот мы меняем, путаем наш узор. Потому что вот эта планочка у нас именно с узором. Вот. Именно такого плана нужно сделать, чтобы у нас все подходило. Чтобы все было красиво. Вот так. Так. Лицевая. Так. И снова здесь мы прихватываем наши петелечки. Вот. Раз. Так. Находим ее аккуратненько, не торопясь. Вот таким вот образом. Спицей сложнее, а крючочком очень хорошо. Мне просто неудобно, так как я из-за камеры здесь выглядываю и беру. А вам будет удобно. Не вяжем ее. Просто вот так провязали и одели на спицу. И разворачиваем нашу работу. То есть мы постоянно прибегаем из одну в сторону в другую и прихватываем петелечку. И вот вы видите, что у нас уже получается. Получается очень-очень красиво. Дальше. Снимаем и вяжем наш узор. Соблюдаем его и вяжем. Вот так. Вот. Это очень простой вариант. Потом я вам уже в готовом варианте еще расскажу один. Вот. Наверное, многие его умеют. Так. Опа. Вот так. Да что ты. Никак не перехвачу. Так. Снова мы с вами берем петелечку здесь. Опа. Да что же это такое? Одеваем ее сюда. И разворачиваем. Следим за тем, чтобы ровненько были все петелечки взяты. Вот. И одинаковые, чтобы они были. Провязываем. Следим за узорчиком. Вот таким вот образом. Вот. Сейчас я вам еще покажу. Потом уже сама сделаю. Потому что это долго и очень неудобно. Провязываем. Так. И смотрите, чтобы у нас ровномерно вот здесь петелечки отсчитывались и набирались. Это очень-очень важно. Так. Подеваем. Если здесь вот по узору у вас какая-то дырочка будет, пусть она и будет дырочка. Потому что это по узору идет. Так. То есть вот. Обратите внимание, какая у нас с вами. Эту мы затянем штучку. Она здесь вот. Вот такая у нас красота получается. Смотрите. И сейчас таким образом мы заделаем эту часть. И получается сзади такой как бы задник, воротничок такой. Ну, очень красиво. Так. Ну, для того, чтобы было удобно, я, наверное, все-таки отключусь, чтобы я уже побыстрее связала. А то видео получается очень длинными. Вот. То есть вы меня поняли. Видите, как нам остается сейчас чуть-чуть взять. И мы сравняем с нашим передней планочкой. Будет очень хорошо. Сейчас довяжу и покажу вам. Итак, я прихватила здесь последнюю петелечку. Вот здесь вот я прихватила последнюю и пошла вязать дальше. Прихватывать последнюю с другой стороны. Так. Соблюдаем узор. Не забывайте все время следить. И каждая петелечка, когда будет прибавляться, соблюдайте. Это очень просто. Так. И сейчас на лицевой стороне мы с вами будем уже заканчивать. Так. Вот изнаночный. Последняя. Последняя петелечка у нас сейчас будет с вами. Мы возьмем последнюю петелечку. Вот она. Вот. Аккуратненько. Все. Одеваем ее. И разворачиваем наизнанку наше полотно. И вяжем. Вот. Все. Последняя. Последняя. Видите? Петелечка у нас пошла. И мы ее не провязываем. Она уже провязана. Таким образом она будет очень красиво здесь смотреться. Вот. Вяжем последний рядочек. По бокам по 6 петельчик мы подобрали. 6 петельчик подобрали. И сейчас будем с вами вязать дальше. Мне очень понравился. Я как увидела эту жилетку, мне так понравилось. Так вот связана вообще везде. Ну. Обычная жилетка. Но вот он не оформляет. Она мне показывала фотографии. Что ее. То есть. Ну да. Ее подруга. Вяжет. И здесь мы как бы. Вот. Чтобы в конце не отделялась у нас. Когда мы сейчас будем заканчивать. Мы потом все равно вот здесь обойдем каемочкой. Потому что обвязана у нее была обвязана. Вот здесь. Может быть не видно было. Я тут близко сейчас заметила. И мы вот просто-просто-напросто. Вот так вот. Просто. Тоже здесь вот. Чуть-чуть вот так вот накинем. Вот. Вот. И она сейчас у нас уйдет. Эта петелечка. Последнюю накидываем здесь. Вот. Просто берем. Вот. Где-нибудь здесь какую-то возьмем. Чтобы у вас получилось ровненько. Вот. Поняли о чем я говорю. Видите какой сзади получился. Очень красиво. И сейчас мы с вами будем заканчивать. Все заканчивается у нас на изнаночной части. И как обычно вы знаете, как я заканчиваю. Затягиваем аккуратненько. Берем одну петелечку. Вот она. Одна петля. Провязываем. И так аккуратненько затягиваем, чтобы не было ничего слабо. Вот сюда. То есть, как обычно я затягиваю. Беру. Понимаю. Ой. Тоже аккуратненько. И пропускаю. Через первую петелечку. Вы можете заканчивать как хотите. Но мне нравится вот этот способ, как заканчивать. На простых вещичках он смотрится замечательно. И заканчиваем с вами. Вот так. Вот таким образом. Очень красиво смотрится. И у нее также она на другой день оделась. Не договорила вам. Видите, как классно получается. На другой день она оделась. Была у нее кофта. Как сейчас помню. Такого болотного зеленого цвета. Очень красиво. Поскольку я тоже люблю. И на кофте тоже у нее вот эти вот планочки так были связаны. И задник. Но на кофте у нее был прям вверху побольше. Прям связано. Вот. И присоединено вот сюда. То есть, вот так вот как-то. Вот очень красиво было. Я не пробовала. Тоже надо как-то испробовать. Но вот жилетка мне понравилась. И я ее решила испробовать. Очень красиво. То есть, видите, я уже заканчиваю. Посмотрите, какая прелесть получается. Здесь вот нисколечко. Они странный такой вот, я вам говорю, метод. Но я очень присматривалась. Я думаю, господи, запомнить бы мне, как это связано. Как все. Я с собой не брала. Потому что я отдыхала. Ну, там грязи были. И никакие грязки не взяла. Думаю, хотя бы там отдохнуть. И сожалела, что я не взяла спицы. И у меня загорелось. Я прям хотела там тут же прям попробовать. Она с меня так смеялась. Говорит, завидую вам. У меня сестра тоже вяжет. А я вот нет. Как-то это не мое. Пробовала. У меня не получается. Говорит. Руки не слушаются. В общем, вот таким образом. Так. Вот. И сейчас что мы будем делать? Вот последнюю мы забираем. Последнюю. Которую она тоже не провязана. Мы ее просто провязали на месте и вздели на эту спицу. Мы ее вынимаем. Вот. Убираем нашу спицу в сторону. И вы будете смотреть сейчас. Я вам показываю. Вот. Последнюю. Которую мы тоже только вздели. Только-только вздели. Внимательнее нужно к этому относиться. В последний вариант. Смотрите внимательно. Когда мы прихватывали, то последнюю тоже аккуратнейшим образом мы пропускаем. И дальше я убираю спицу. Убираю спицу. Сейчас подвину крючки и буду показывать вам дальше. Итак. Выберем крючочек. Если у меня спица была сама толстая, то крючочек я для того, чтобы здесь объемно смотрелось тоже. Но не такой номер. В номер выберу я четверку. Выберу четверку, поскольку у меня было связано больше на один размер. Так. Берем. Вот. Дальше мы с вами идем. Не прерываясь. Я так. Сейчас я вам покажу, чтобы вы видели. Это очень красиво. Посмотрите. Посмотрите, как это получается. Еще постирайте. Посмотрите, какая прелесть. Видите? Сзади. Очень красиво. И она еще мне очень понравилась, как она делала. Она вот здесь вот с той стороны пришивала лейбочку. А на кофте более округленно она сделала. На кофте было. Я тоже хотела попробовать, но все никак. Надо попробовать. Вот моя жилеточка. Вы на вот это вот не смотрите. Вот эти вот. Мы их уберем. Я вам покажу, как убирать. Вот один я уже убрала. Вот он здесь был. Я убрала его. Я покажу, как я убирала. Вот так вот. В косичку. Даже незаметно. Видите? Вот он здесь был. Вот этот узелок. Ниточка. И здесь я убираю клеем. Я вам покажу. Отрезаю. Хоп. И клеем трикотажным. Я вам покажу. И это тоже вот сюда вот уберу. Не смотрите сюда. Вот показываю, какая красотенька по пене получилась. Видите? Очень красиво. Мне очень нравится. И сейчас мы с вами будем обвязывать крючком в два ряда. И вот как у нас теперь идет. Вот мы нисколечко не будем с вами отрывать ниточку. Будем вязать дальше, поскольку у нас будет по кругу. И здесь мы потом закончим. И смотрите, как я здесь прихватила. Я вам показывала петелечку. Смотрите, как красиво получилось. Видите? Вот здесь петелечку прихватила. Здесь. Для того, чтобы у нас сравнялось. Так у нас вот здесь дальше то и пойдет. Видите? Крючком же мы сейчас будем обвязывать. И я вот возьму отсюда. Вот. Видите, у нас получается. Вот она наша петелечка. Самую ближайшую берем. И вяжем обычным способом. Обычным. Вот. Многие спрашивали. Многие вот так вот вяжут. Вот так. Ну, вяжите, как вам надо. Я вяжу, как меня научила бабушка. Так. Беру петелечку. Оп. И вяжу. Вот. Видите, как удобно вам и как красиво будет. Каждую вот эту вот косичку. Посмотрите, какая ровная косичка у вас должна получиться. И вот эту косичку каждую мы с вами подбираем. Вот. Вот. Вы вот так вот подсовываете, я знаю. Я вот таким образом подсовываю. Раз. И все. И пошла вязать дальше. Вязать не туго и не слабо. То есть все должно быть умеренно. Вот. Я так вяжу. Вы вяжите по-своему. Всовываем петелечку. Я вот так держу крючочек. Вот таким образом держу. И вот сюда вот в петелечку одеваю и провязываю. Без всяких накидов. Раз. Раз. И посмотрите, как получается красиво. Посмотрите, что у нас получается. У нас все соединилось. И видите, как идет. Вот. Вот как красиво. Обратите внимание. Очень мне понравился вот этот задник. Настолько красиво. Я не знаю, как его назвать. Очень красивый. Очень. Нужно соблюдать узор. Вот именно и тут, и тут. И повторюсь, кофта была связана. Вот сюда она заходила. Я так поняла. До сих пор заходила. У нее получилось сзади такой вот задник приподнятый. Я хочу попробовать этот метод. Если я попробую, он у меня получится. Я вам о нем расскажу. И вяжем. И вот видите, как получается. Кто-то у меня спрашивал по серому кардигану. Вот даю ответ сразу. Видите, как получается обвязка. Как я вот. Ну, я вот так вижу. У меня такие дырочки здесь. Получается. Получается очень ажурно и красиво. Вяжем дальше. Повяжу с вами немножечко, чтобы вам было видно. Вот. Так. Без всяких накидов. Старайтесь вязать не туго, повторюсь. И не слабо. Для того, чтобы у вас не было никакого ажурного. Ажурной окантовки. Видите, как у меня получается. Нет ажурной окантовки. И вам тоже нужно вязать так вот. Конечно, многие скажут, что. Как мне уже писали, что это совсем не для начинающих. Но я считаю, что это. А я не знаю, какой еще можно проще связать. Настолько просто мы отнимали петелечки. Ну, есть, конечно, очень упрощенные варианты. Я как-нибудь еще покажу. Но это очень красивый. Поэтому мне получилось так, что мне именно свекровь заказала. Я вязала мужской такой. И очень понравилось. И поэтому я связала и решила вам показать, мои хорошие. А еще проще есть варианты. Ну, совсем такие простенькие. Мне пока еще такого никто не заказывал. Можно, в принципе, связать такой. Ну, ради вас показать. Вот. Вяжите аккуратненько, не торопясь. И у вас получится вот так вот. Еще раз. Видите, с изнанки тоже красиво получается. И посмотрите, как получается с лицевой гладью. Гляньте, какая красота будет на плечике. И как вот здесь вот это переходит. Не стягивает ничего. Вот я потом покажу на манекене. Ну, просто прелесть. И посмотрите, как. Нисколечко не смотрится, что здесь не вот такая вот шалевая вот это вот. Это действительно, это нелегко будет сделать. Я попроще. Вот это очень простой для меня. Очень простой вариант. Так, я сейчас свяжу хотя бы один ряд, потому что очень долго будет. Я вам показала, как подключусь. Еще второй ряд буду начинать. Обязательно покажу вам. Так, девчонки, знаете, что я хотела вам сразу показать в первом рядочке? Смотрите, дошла я, значит, до уголочка. Во-первых, сразу покажу, какая милость и красота получается. Посмотрите, какая прелесть. Видите? И не туго, и не слабо, как я вам говорила. Видите, косой прямо. Очень красиво. И смотрите, значит, сейчас я вытащу крючочек. Вот он. Видите? Здесь вот я взяла из этой дырочки, с самого вот этого вот отверстия, три петелечки, округлила слегка, не надо сильно. Вот три, чтобы перейти, это для того, чтобы не стягивало. И смотрите, здесь вот у меня от начала полотна была у меня ниточка оставшаяся. Ну, когда я начинала. Вот она. Вот она. Я ее пропустила вот здесь вот и провязала сюда ее. Потому что потом все равно придется мне куда-то ее убирать. И поэтому я вам показываю. Вот она всегда перед вами должна быть, когда вы будете брать петелечку. Вы берете петелечку, накидываете. И вот она. Вот так ее туда убираете. То есть вы ее обвязываете. Обвязываете. Раз. И все. Здесь вот она. Потому что она будет идти между двумя петельками. Берете петелечку. Накидываете. Ну, то есть вы будете вязать. И вот опять ее пропускаете. Видно или не видно. Сейчас все равно покажу. Подальше ручки надо. Так. Раз. Обратно вы ее сюда. Мне сейчас уже надо средство, что она уже идет много. Вот. Дальше. Находим. Вот здесь тоже косичка есть. Соблюдайте. Когда вы будете здесь вязать, возможно, что где-нибудь придется вам брать. Вы будете контролировать. Я не могу вам сейчас сказать, через сколько это попадется. Может, будет очень широко здесь. Потому что здесь такая петелечка. Вот. Рядочек. Видите? Воздушный такой. А здесь уже нет. Здесь как бы очень близко они насажены. Где-нибудь придется взять через одно. Это не будет заметно. Но в то же время оно не будет расширяться сильно. Но смотрите, чтобы не сузилось. Еще раз показываю. Вот она перед вами. Вот эта ниточка. И берете петелечку. Вот они. Петелечки с той стороны. Одеваем ее. И она по-прежнему здесь. Накидываем. Вынимаем. И ее сюда. То есть, чтобы нам нужно ее обвязать. Чтобы не мешало, я просто убираю туда. Можно ее так оставить. Но я просто убираю. Вот. И провязываем. Все. Вот она. Видите? Я ее... Можно и побольше ее туда затащить. Вот. Можно и поменьше ее там сделать. Показываю. Так. Все время руки тянутся поближе. Потому что устали. Если ближе, то камера у меня то и дело пук-пук. Все. Я ее сюда убираю. Я даже ее сейчас не буду отрезать. Не буду ничего. И вот наши петелечки. Мы их убираем. Прибираем. И вяжем. Вот они. Видите? Как идут петелечки. Вот так я вяжу. Вот. Медленнее вам покажу. Вот. Раз. Накидываю. И вот этим пальчиком руковожу делом. Вот он. Он у меня и стягивает, и распускает, чтобы не было так туго. И где надо, прибирает. Вот они. Тоже петелечки идут. Вот они. И сейчас я вам покажу тоже, как здесь получается. Посмотрите, как красиво. Обратите внимание, какая красота. И здесь, и там. Видите, как красиво? Очень просто. Ну, и скажите мне, разве это не для начинающих? Да, мои дорогули, вы свяжете, ну, просто нет слов, как красиво. Видите, как хорошо получается. А постираем. Петелечка станет на свое место, ну, просто супер. Сказка. Получается, видите, как бы мы обвиваем. Обвиваем. И тут обвиваем. Очень красиво получается. Итак, я свяжу, чтобы не было очень долго, мои хорошие. И потом на второй рядочек подключусь. Дочки, я связала уже. Сейчас покажу вам. Так, сейчас надо убрать эти, а то они мне мешают. Посмотрите, какая прелесть. Видите, я обвязала низ. И если вы успели заметить уже, то, видите, как внизу красиво получилось. Видите, мне не пришлось убавлять ничего. Вот он низ. Ничего не пришлось мне убавлять, чтобы не получилось у меня широко. Ну, как я вам говорила, что возможно, что это будет. Либо будет стягивать. Ничего. Посмотрите, как красиво. Вот это вот, значит, пряжа. Ой, простите. Вот этот узор стягивает слегка. И он получается приталенный. Как мне нужно. А вот этот узор, рис, он очень красиво ложится. Мы еще с вами его постираем. Вот. И будет очень красиво. Это вот один рядочек обвязали. Одним рядочком. Одним. Теперь я уже показываю вам выше. Выше. Так. Это у меня здесь я просто вытащила. Показываю вам, как красиво получилось вверху. Видите? Я здесь обвязала тоже. И вот заднюю вот эту вот часть. Вот. Посмотрите, как красиво получается. Если даже вот так взять. Видите? Очень красиво. Очень. И вот здесь у нее была своя лейбочка. То есть связана своими руками здесь. Хендмейт у нее было написано. Вот. А я хочу себе сделать вообще мечтаю. И уже у меня муж нашел. Нашли девочку в интернете, чтобы заказать ей. Чтобы она сделала именно с моей как бы росписью и все такое. И она делает даже памятки. Я буду вкладывать в упаковочку заказчику вот такую вот памятку. Как стирать и как укаживать за той или иной вещью. За изделие, которое я связала. Видите? Очень красиво получилось. Мне очень нравится вот этот вариант. И обязательно, конечно, я попробую, как вот она вязала укороченными. Кстати, я еще так поняла. Для кофты можно вот такими укороченными. И даже вот шаль вот здесь вот небольшую. Вот если шалью полукругом. Тоже такой вариант очень хорошо подойдет. Вот. Это я вот вам оставила. Показать, как я убираю клеем. Как я делаю клеем. Вот эти вот кончики приклеиваю трикотажным. Это я потом покажу вам уже. Потому что, наверное, все-таки еще одно видео выйдет. Вот. И теперь я вам буду показывать, как я вяжу второй рядочек. Вы можете только одним рядочком. А вот так вот получается второй рядочек. Сейчас так вот, чтобы вы разницу видели. Вот. Вот один рядочек, а вот два рядочка. Я думаю, что видно, девчонки. Видите? Я буду вязать два рядочка. Я не знаю, как вы будете держать по-вашему вот так вот. Кто держит и вяжет, может быть, по-другому будет получаться. Потому что, кого я учила из своих девочек, они прямо говорят, что многие им говорят, что необычно как-то вот получается. Так вот. Просто как... Это очень важно, как вот ты вяжешь, как провязываешь петелечку. Так вот и ложится. Может быть, вы будете вязать по-своему, и у вас так не будет. Я сразу предупреждаю. Вот. И вяжем второй. Второй, естественно, очень просто. Вот. Тоже забираете те петелечки, вводите вот в них. И когда вяжешь с изнаночной стороны, получается так. Когда провязываешь с изнаночной на лицо, получается так. И так. А с изнаночной получается вот так. Мне не нравится, как получается с изнаночной. И вот именно на изнаночную сторону, когда провязываешь, вот видите, как получается. Не так. А вот на лицо, так красиво уже. Когда провязываем мы с изнаночной стороны вот эти детали, ну, то есть мы производим вот этот способ вязания, то получается вот так. Очень красиво. И вяжем второй ряд Ну, немножечко тоже тут повяжу с вами Вот так вот, еще раз, девчонки Я вам покажу, как вот это делаю я Потом накидываю и вынимаю Вот просто беру, вот у меня пальчик Вот я так держу Пропускаю сюда через вот эти косичку Вот беру две вот эти вот петелечки И опять-таки, когда я вынимаю, вот накидываю я То я смотрю, чтобы вот эти две петелечки у меня были ровненькие Как одна и вторая И потом только их соединяю И только тогда у вас получится вот такая красивая ровная коса Чтобы у вас не торчала одна петля больше, другая меньше Вот так вот Вот таким образом добивайтесь Чтобы у вас было красиво и были изделия А при стирке, естественно, они еще лучше лягут Петелечка еще сядет на свое место Стираю я, повторюсь Потому что во многих видео говорила я И всегда об этом говорю Я отвечаю на вопросы Девочки все чаще-чаще задают, как я стираю Я стираю лаской Для шерстяных вещей Которые, ну там написано, катышков не будет, все такое Добавляю я немного Добавляю я чуть-чуть вот этого средства Вот, стираю я такие вещи руками 30 градусов водичка И сушу я горизонтально На сушилке Не выкручиваю сильно Расправляю вещь, изделие И устанавливаю сушилку в ванную Я говорила уже Устанавливаю сушилку в ванную Пока водичка там стечет Чтобы дома у вас не текло А можно пусть и в ванной дальше и сушится Я просто потом ближе к батарее Если это зима подношу И у меня мое изделие сушится дальше Вот, вот таким вот образом Я стираю и сушу Насчет глажки это отдельная история Вот, нужно присматривать Потому что, значит, производители пишут на упаковочке пряжи Что можно, значит, погладить или отпаривать через двоечку Или, например, троечку Вот, иногда бывает, что просто пар я опускаю То есть, вот так И вот так вот получается, видите Нисколечко не стягивает Вот, мы еще постираем Вот таким вот образом получается наша красота И видите, здесь какой небольшой такой вот изгиб То, что мне нужно Потому что мне резкого перехода не нужно Как вы уже поняли Вот резкий такой Так как здесь будет у меня одна пуговичка И прекрасно все ложится То есть, в каждом узорчике Я здесь, в каждом вот таком вот узоре Четыре ряда Я один убирала одну петелечку И так вот получилось Это все есть в предыдущем видео Всегда, если кто-то зайдет новенький Посмотрит, то будьте добры Начинайте смотреть видео с первого видео И потом только задавайте вопросы Потому что ваши ответы Практически все Ну, я думаю, что вы найдете Все там Все параметры Ширина, высота Петель Сколько рядов связано Все Все сказано В первом, втором видео Так вот Смотря что вот я вязала Какую деталь вязала в тот момент Вот Поэтому Тоже следите за этим Так, это я отрежу И тоже оставляю небольшой кусочек Для того, чтобы вот этот кусочек Я могла приклеить клеем Трикотажным Вот Они есть Еще мне Заказчица Тоже, говорит, я видела Продаются еще Какие-то виды клея Вот как у меня И еще Так, вот дошли мы Сейчас я вам, кстати, покажу Вот мы взяли одну Один раз связали в эту Отверстие Петелечку Эту Или как тут объяснить Ну, в общем, в эту вот Отверстие Вторую И Третью Вот Для того, чтобы Не стягивало И чтобы было Немножечко вот так вот Закругленное Вот эти вот дырочки Тоже получаются Такие красивенькие Такие здесь Дальше Переходим уже на эту часть И так же дальше вяжем Вот таким образом Нужно обязательно следить Затем, чтобы Ваши вот эти вот Петелечки Которые вы взяли Повторюсь, они были Одинаковые И тогда у вас Получится красивый край Так Все, девочки Не буду больше вязать Потому что Время идет Очень много Я только покажу В конце Что получилось А рукава Мы будем обвязывать Вот Рукава Мы будем с вами Обвязывать И поясочек И пуговичку В следующее видео Потому что Очень долго Сейчас довяжу Покажу И попрощаюсь с вами И так, девочки Я уже Связала Обвязала Все И сейчас покажу Последнюю петелечку Как нужно убирать Вот И показываю Как получается Получается Просто обалденно И красиво Мне нравится Потому что Мне так нужно Вот Здесь вот Мы будем с вами Еще ее Стирать Она вот По-другому Еще ляжет Вот видите Как она сразу Так вот Приталена Получается И вот эти Вот не стягивает Никуда И эти не стягивает Все Как положено И посмотрите Как получается Вверху Красиво Видите Посмотрите Какой переход И какая красота Вот Обратите внимание Очень красиво Очень Так Здесь вот Последняя Петелечка Я сейчас Вот так вот Вам покажу Уже Чтобы не Держать Камеру Последней Наверное Все знают Как Пропускают Вот так вот Берем Вот Чтобы ее Заделать Уже Вот так вот Берем Убираем Сюда ее И протягиваем Через эту Все Это замыкает Вязание То есть Замкнуло Вязание Вот Видите Еще раз Показываю Чтобы вам Было понятно Вот Вы закончили Вот Заводим Петелечку Ну Значит Это Крючок В следующую Петелечку Вот так Вот Таким Образом Подбираем Не накидываем Ничего А просто Пропускаем В эту Петельку Через эту Ту Что мы Потом Подобрали Все Все И на этом Вот Можно Еще Некоторые Вот так Вот Заделаем Ну Как бы Сейчас покажу То есть Сделают Потом Накидики Еще раз Провязывают Но Здесь Этот вариант Как бы Не пойдет Если Вы так Делаете Если Вы так Хотите То Вот Тоже Его Подхватывайте Да Никак Не могу Ты посмотри Вот Вот И Уже Смотрите Обрезаем Сюда Смотрите Обрезаем Ниточку И Вынимаем Ее Вынимаем Ее И затягиваем И все Получилось Ровненько Видите Все Получается Ровнюсенько Ровнюсенько Вот такой Вот Жилетик Все Затем Вот эту Ниточку Мы будем С вами Убирать Вот Вот Туда И все И ничего Не будет Видно Это все Постирается Все Ляжет На своем Местечке Все Девочки На этом Я заканчиваю Этот вариант Вот Потому Что Это Очень Долго Будет Если я Буду Показывать Как бы Все Все Сейчас Как мы Будем С вами Вязать Еще Рукава Вот Следующий Раз Будет У нас Следующий Урок Будет Мы Будем С вами Вязать Рукавчики Вот Здесь Обвязывать Сделаем Поясочек И Пуговичку Здесь Приделаем То есть Следующий Урок У нас Уже Будет Как бы Завтра Вот Так Вот Красиво Получается Вот Такой Вот Вариант Шикарный Мне Он Очень Понравился Эта Пряжа Мне Очень Нравится Она Очень Нежненькая Нежненькая Принежненькая Здесь Вообще Где Присутствует Альпака Мне Очень Нравится Вся Пряжа Очень Нравится Потому что Она Нежная Мягкая Вот И Этот Железик Можно Будет Одеть И с Водолазочкой И с Блузочкой И с Чем Хотите Что На этом Я Заканчиваю Желаю Вам